МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сборная России по биатлону победила в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира. Знаете, отличное завершение рабочей недели. Тем более, что в выходные будем вспоминать события годовалой давности Олимпиады в Сочи. Трансляции, фильмы и слезы счастья на глазах. Тюменный спортивный выпуск. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть чем с вами поговорить. Ммм, да нон. В Елутровске запустили новый цех известного мирового производителя молочной продукции. Курс на евро. В областную столицу привезли флаг, символ будущего чемпионата по биатлону, который пройдет в 2016 году. К столу, любимые, вас кризис ждет. Места общественного питания и экономическая ситуация. Придется поднимать цены в меню, что нежелательно. На чем экономят рестораторы. Союз веселых и находчивых. Тюменские КВНщики прибыли в областную столицу, где сегодня звучали чемпионские шутки. В преддверии второго инвестиционного форума, который пройдет в Тюмени 18 февраля, мы много говорим об областных проектах. Малых, больших, но таких значимых для региональной экономики. Даже несмотря на непростую ситуацию в стране, бизнес развивается. Сегодня в Елутровске запустили цех по производству молочной продукции известного мирового бренда. Инвестиции в предприятие уже составили почти полтора миллиарда рублей. А в отечественном твороге, йогуртах и молоке с французским маркетингом расскажет Вячеслав Мартынов. Конвейер по производству творога работает практически на полную мощность. 6 тысяч упаковок в час. Но за оборудованием все равно необходимо следить. Это работа наладчика Юрия Тимофеева. Он год как переехал в Елутровске из Перми. Говорит, что город ему нравится и, возможно, он останется здесь навсегда. Мои обязаны сходиться на лапка, на стройка оборудования, чтобы творог шел качественно, формочки не разваливался, чтобы в нем было определенное количество сывороток, и плюс наличие мелких поломок я должен устранять. С вводом новых мощностей увеличивается потребность комбината в сырье. Зимой здесь перерабатывают 450 тонн молока в сутки, а летом 650. Готовы увеличить прием до 1000 тонн. По словам губернатора, правительство поддержит сырян в производстве молока, чтобы загрузить мощности комбината по максимуму. Любые прямые инвестиции сегодня в экономику Тюменской области – это всегда важно. Мы получили новое современное производство с серьезной культурой, с персоналом, который обучен сегодня по самым современным международным стандартам. Это тоже очень важно, потому что в любом случае, когда появляются такие специалисты, появляется школа на территории. Инвестиционная программа компании «Данон» на илутровском предприятии составляет 2,8 миллиарда рублей. Ровно половина из них освоена, но если первая часть пошла на производство, вторая будет направлена на качество и логистику. Данные инвестиции будут направлены на то, чтобы выстраивать и совершенствовать наши взаимоотношения и качество сырого молока. В этом будут, естественно, задействованы фермерские хозяйства. Далее – совершенствование технологических процессов, что мы уже делаем. И далее – обеспечивать качественную цепочку на всем этапе производства. А вот линия по производству творожков «Даниссима» еще тестируется. Осталось несколько штрихов, и на прилавках появятся новые продукты с различными вкусами илутровского производства. Вячеслав Мартынов, Евгений Доценко. «Кюменское время». «Данон» пришел в Россию еще в 1992-м. Первый завод запустили уже через три года. В 2010-м компания объединилась с «Юней Милки». Теперь это крупнейший в стране производитель молочной продукции. Объем инвестиций в российскую экономику за все время работы достиг 2 миллиардов долларов. Группа компаний сейчас объединяет 18 заводов. Интересно, что российский след просматривается сам в основании «Данон». Ее создатель опирался на исследования Ильи Мечникова, который еще в 1908 году научно подтвердил пользу йогурта. Российский союз авторо-страховщиков запустил сервис, рассчитывающий сумму выплат по ОСАГО. Сколько будет компенсировано за смену той или иной запчасти, теперь можно узнать онлайн и проверить в действии единую методику определения ущерба. Она была разработана в конце января, а до этого вариантов оценки было 5. Потому нередко суммы не сходились и возникали судебные споры. Правда, и теперь цены указаны средние для федеральных округов. Подразумевается, что, например, в Ишиме, Тюмени и Салихарде одинаковые расценки. Страховые компании и оценщики обязаны придерживаться этой методики. И, соответственно, оценка будет равняться тому, что в этой методике указано. Но в этой методике не обязаны придерживаться станции техобслуживания, те, которые выполняют реальный ремонт. Поэтому будут возникать конфликты. Ну а тюменские антимонопольщики ждут звонка. Возможно, именно вашего. Жителям области, особенно селянам, напоминают, что продолжает работать ведомственная горячая линия по ценам на продукты питания. Просит не молчать и самих продавцов. Если подорожание происходит из-за оптовиков, об этом можно и нужно заявить. Так, например, получилось с сахаром и гречкой. Поставщиков из других регионов наказали. Кстати, эта крупа опять растет в цене за неделю на 3%. Уфас продолжает мониторить продовольственный рынок. И, по словам руководителя, пока в сговоре никто не замечен. В этих товарах присутствуют, как правило, упаковки, импортные, корма, вакцины различного рода и так далее. То есть, ну и тут ситуация объективная. Пока что мы не объективных каких-то спекулятивных настроений наших оптовиков пока не зафиксировали. Глава Минэкономразвития господин Уликаев говорит, что отчаиваться еще пока рано. В среднем за год продукты подорожали на 21%. Ну а пик инфляции придется на март. Хорошее будущее. Правда, что именно нас ждет, министр прогнозировать не спешит. Нам присоединилась Марина Лютова. Марина, здравствуй. Добрый вечер. Ну прогнозы вообще дела неблагодарны, а сейчас ими готов заниматься едва ли не каждый. Но вот из позитивного, из более позитивного читал крупные российские ритейлеры. Считают, что к маю уж точно все стабилизируется. По крайней мере, по ценам на продукты питания. Ну да, правда, неизвестно, сколько они подскочат до мая. Время, видимо, покажет. Ну а пока давай на краткосрочную перспективу о тех новостях. Передем к новостям. Да. Департамент социологии и финансового университета при правительстве провел исследование, посвященное потребительским настроениям населения в российских городах в январе. По темене кризис ударил не так болезненно. К примеру, потенциальный спрос на авто вырос на 16%, а по стране он упал на 2. Пострадал рынок недвижимости, спрос на квартиры снизился на 13%. Интерес к банковским кредитам на 5%. Зато тех, кто готов совершить у нас дорогие покупки, стало на процент больше. Цифры публикует сегодня 72.ру. Ну а больше всего покупательская активность снизилась в Москве, Иркутске и набережных Челнах. Тюмень-Водоканал ищет новых подрядчиков и поставщиков. Такую информацию сегодня распространило предприятие. Стоимость части реагентов для очистки воды с конца прошлого года выросла почти вдвое. Все привязано к курсу доллара. Тариф для населения уже утвержден, так что экономить будут за счет оборудования. И уже сейчас в городе воду максимально подают с Вележан, чтобы снизить нагрузку на Митилевскую станцию и таким образом снизить и расход реагентов. И поиски альтернатив к сотрудничеству приглашаются сейчас все заинтересованные тюменские компании. Тюменцев приглашают на Масленицу в Юлутеровск 22 февраля. Все подробности сегодня на тюменской линии. Обжорные ряды, хороводы под гармошку, дерево желаний. В Доме культуры для гостей проведут мастер-класс по изготовлению чучела домашней Масленицы. А в Доме декабристов познавательную экскурсию. Сувениры, разносолы, ну и главный атрибут Юлутеровской Масленицы – выпекание трехметрового блина. Ну вот если вспомнить историю, вообще голлутеровчане считают, что в прошлом году, кстати, блин, у них более или менее получился. Не комом. Да. Но зато какой маркетинговый ход, ты только представь, ведь уже неважно, выпекли, не выпекли, получился, не получился, а то, что все равно приедут, конечно. Ну а я думаю, что в скором времени жители этого города и, собственно, эти повара могут попасть тоже в книгу рекордов. Но только за количество попыток вообще выпечь вот этот злосчастный и несчастный блин на Масленицу. Какое упорство. Это прекрасно. Спасибо тебе большое. У тебя начинаются выходные с этого момента. Я пока продолжу рассказывать про новости. Хорошо. До встречи. В Тюмень прибыл флаг чемпионата Европы по биатлону. Переходящее знамя – это символ соревнований, которые пройдут в регионе через год, в феврале 2016 года. Церемония передачи состоялась в эстонском Оттепя, где национальная сборная выиграла 8 золотых наград. Следующие старты примет Жемчужина Сибири. Кстати, мероприятие такого масштаба для центра явление уже привычное. Местную трассу обкатали легендарный Бьерн Дален, братья Фуркады, Белорусско-Домрачево и многие-многие другие. О том, как область готовится к этим масштабным и другим менее волнительным заездам, я спросил у Дмитрия Громотина, начальника департамента по спорту и молодежной политике. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что вот этот флаг, который вы все-таки привезли в Тюмень, то уже, можно с уверенностью сказать, все, мы готовы к принятию чемпионата. Ну, стафетная палочка передана, поэтому у нас обратного пути нет. Чемпионат Европы 16-го года уже пришел в Тюмень, можно сказать, вместе с флагом. Мы эту процедуру не так давно проходили, и даже флаг очень похож, как бы не его нам и вернули, когда передавали стафету проведение летнего чемпионата мира по биатлону в Румынию, также на Жемчужину Сибири мы передавали этот флаг. Ну, по крайней мере, очень похож. Ну, а вообще, Жемчужина Сибири, она как-то изменится к этому чемпионату или что? И она уже все готова, все нормально, все будет? Ну, собственно говоря, особо каких-то серьезных изменений для проведения чемпионата Европы у нас не требуется. Достаточное количество всех сегодня помещений необходимых для размещения. Поэтому Центр Жемчужины Сибири сегодня готов принимать эти соревнования, ходят завтра, пожалуйста. Ну, единственное, конечно, вот есть сроки, есть регламенты, и мы будем ждать до февраля 2016 года в любом случае. Ну, вообще, у Тюмени такие спортивные амбиции достаточно большие, да? Мы начали принимать международные соревнования по джидо, да? У нас постоянно вот кубки проходят по борьбе. Сейчас делаем ставку на биатлон. Есть еще куда двигаться, расширяться? Биатлон, выжженные гонки, наши базовые ключевые виды спорта. Сильно распоряться тоже смысл не имеет, надо сосредоточить все свои усилия и ресурсы в проведении этих соревнований, которые в первую очередь позволяют выступать в домашних условиях нашим спортсменам, наиболее успешным топовым спортсменам. Во-вторых, они востребованы зрителям, имеют популярность, вот, и мы тогда понимаем, для чего мы здесь проводим те или иные международные спортивные события. Ну, вот мы летний биатлон, достаточно масштабные мероприятия провели у нас в Тюмени. Дальше какие планы на зимние все-таки виды? Ну, с биатлоном все понятно, совершенно. 16-й год чемпионат Европы, 17-й и 18-й года этапы Кубка мира здесь, в Тюмени, на Тюмениской земле, на Жемчужиной Сибири. Ну, а амбиции наши достаточно серьезные, и мы дальше все-таки будем работать над тем, чтобы заполучить право проведения чемпионата мира здесь, в Тюмени. Профессиональный спорт – это одно, да, это вообще престиж региона, по сути, престиж страны. Массовый спорт – совсем другое направление. Я сейчас веду все-таки ближе к Лыжне России. Можно говорить о том, что популярность вот этого мероприятия с годами начала возрастать? Ну, еще, наверное, несколько лет назад, когда мы первые старты Лыжной России проводили в Тобольске, ну, это был один уровень проведения этих соревнований. Сегодня Лыжня России в предстоящие выходные стартует и в Тюмени, и в Тюменском районе, и в Тобольске, и в городе Заводуковске, и в Ишиме. Поэтому возможность выйти на старт колоссальное количество людей сегодня имеет. Но то, что Лыжный спорт, благодаря, конечно, не только этому проекту, как Лыжня России, является одним из наиболее массовых востребованных, доступных, самое главное, в нашем регионе – это 100%. Лыжня России пройдет, я понимаю, что не один день. И куда идти, куда деваться вообще? Как можно в ней принять участие? Завтра, 7 февраля, на Жемчужине Сибири состоятся соревнования Лыжня России и Тюменского района. И 8 числа, в воскресенье, состоятся старты в Тюмени. Это база сельского академии. Вас где можно встретить? А я думаю, что и там, и там. Но точно завтра на Жемчужине Сибири, послезавтра, на воскресенье, на стадионе сельского академии. Я так понимаю, что массово опять побегут все и чиновники, и депутаты, и, собственно, все, кто приедет. Да мы никого не угоняем, конечно, пускай приходят. Хорошо, ясно. Большое спасибо вам. Спасибо и вам. Ну, кстати, Дмитрий Громочин обмолвился о том, что Тюмень, возможно, примет один из самых рейтинговых биатлонных чемпионатов, которые проходят в России. Ну, точнее, соревнования, так скажем. Пока информация неофициальная, но в понедельник обещали сделать заявление. Поэтому не пропустите нашу программу. Сейчас новости районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. В селе Новолокти Ишимского района у пожарного поста появилось новое здание. Теплый гараж с комнатой отдыха построил депутат и предприниматель Николай Фомин, затратив почти 2 миллиона собственных средств. Пост работает на 5 населенных пунктов. На территории обслуживания есть школы, детсады и дом престарелых. С 1 марта повышается оплата за проезд в автобусах Тобольска с 16 рублей до 18. Это диктует экономическая ситуация. ПТП поддерживает правительство области. Приобретено 16 новых автобусов. Центр занятости бесплатно обучил 28 водителей. Лесоперерабатывающее предприятие «Загрос» готовится к высадке очередной партии саженцев. Уже собрано 5 тонн сосновой шишки. Из этого объема получится 50 килограммов семян. В мае после экспертизы семенной материал отправится на посадку. В деревне Песьянка молодые предприниматели начали производство чая. С опытом такой работы познакомились в Южном Китае. Серьез для продукции, а это Иван-чай, собирают прямо на месте и привлекают жителей. Уже в этом году планируют выйти на объемы в 50 тонн чая в сезон. Завтра в Тюмени пройдет первая антикризисная сельхозярмарка. С 10 часов утра горожане смогут приобрести социально значимые продукты по ценам, как обещают, ниже рыночных. В первую очередь будут представлены товары местных производителей. Мясо, молоко, яйца, овощи, крупы. Ярмарка пройдет на четырех уже традиционных площадках. У выставочного зала, на территории перед торговым центром «Порт», на рынке «Заречный двор» и сельхозрынки на улице Федюницкого. Средняя экономия, если это крупная покупка, может составить до 10-15% от бюджета покупки. Сахар будет дешевле, чем в федеральных торговых сетях. Гречка на 15-16 рублей дешевле, чем в федеральных торговых сетях. Достаточно дешевые овощи. Товары будут доступны для населения социально защищенных категорий, прежде всего для наших ветеранов, для наших пенсионеров, для многодетных семей, для семей со средним достатком. Ну а вот насколько останутся доступными в ближайшее время для нас с вами места общепита, пока непонятно. Кризис он такой, не повышать цены просто не получается. А в связи с этим падает спрос. В той же Москве уже закрылось 900 заведений. Говорят, что это только начало. Повесить замок на дверь в массовом порядке рестораторы в столице могут уже в начале марта. Пострадает до 30% рынка. Как тюменские представители бизнеса отреагировали на экономические неурядицы, расскажет Светлана Зорина. Оптимизировать расходы, но не экономить на качестве. Для столпов ресторанного бизнеса это главный девиз во время кризиса. Стратегия сохранить все заведения, рабочие места и публику, которая сейчас тратит меньше. И пусть в холдингах давление рыночных тенденций ощущается не так сильно, удерживать Росцен становится все труднее. Когда каждый день получаешь новые прайсы от поставщиков, и там цены повышаются и повышаются, делать это становится все труднее. Потому что в отличие от поставщиков продуктов, напитков, мы не можем и не будем повышать цены в меню каждый день. Даже представить себе, что перепечатать у 30 заведений меню, это уже очень трудно. По некоторым позициям цены повысились даже до 40%. Первый удар рестораторы получили еще в прошлом году после введения эмбарго. Тогда остро почувствовалась нехватка рыбы, сыров, ягод. Спасло импортозамещение. На кухне появились российские аналоги, в том числе и из Тюменской области. Национальное достояние – стерлядь и муксун. Сейчас ожидают местные сыры. В этом холдинге даже объявили год узкой кухни. А здесь еще не отметили даже первую годовщину. Но кризис, как говорит руководство, не конец света, и выходы есть. Существует большое количество сложных блюд, которые состоят из большого количества ингредиентов. И это дает нам возможности, если дорожают, например, креветки, мы можем поискать подешевле помидоры. Если цена растет настолько, что мы не можем себе это позволить, нам придется это убрать из меню. Что до импорта, здесь изначально акцент делали на отечественные продукты. Повышение цен в меню обещает незначительное, даже в ущерб. Окончательная цена любого блюда в меню складывается из множества факторов. И это не только себестоимость продуктов, но и оплата труда персоналу, хозяйственные расходы, маркетинг, а также арендная оплата, которая, кстати, в последнее время резко повысилась. Еще одна статья расходов – импортный алкоголь. Цена на него стремительно растет. Что касается вин, подорожали где-то на 25%, и крепкий алкоголь, он будет только дорожать. Придется поднимать цены в меню, что нежелательно. Особенно для небольших заведений, где бар занимает весомую долю в прибыли. Нужно будет выбирать – либо переплачивать. Либо из каких-то альтернатив, в том числе отечественного производства. Вина, опять же, с юга нашей страны. Теперь у нас появились крымские вина. Коньяки точно так же есть из нашего ближнего зарубежья, есть из южных регионов страны. Отток клиентов начался осенью и продолжается. По приблизительным прогнозам, каждое третье заведение может не выжить. Чтобы этого избежать, рестораторы области накануне приняли хартию – документ о взаимопомощи. В котором обращаемся и друг к другу, и к арендодателям с просьбой не повышать арендную плату. Готовим письмо к поставщикам, тоже с просьбой не задирать цены. А пока и крупным холдингам, и небольшим заведениям остается только ждать. И работать. Ведь, как говорят эксперты, при правильном ведении бизнеса в кризис можно выстоять. Светлана Зорина, Евгений Доценко, Андрей Захаров. Тюменское время. Ну или можно шутить про него. Но именно тюменская команда КВН стала настоящей сенсацией, честно рассказав в эфире Первого канала. Что дороги в стране, как машины в стране, как зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино. Ну и дальше по тексту, все помнят. Поющие с настоящим сибирским чувством юмора в этом году они добрались до Олимпа клуба веселых и находчивых. Стали чемпионами высшей лиги. Команда КВН «Союз». Сегодня они прибыли в областную столицу, но не с концертом, где побывали уже известные на всю страну КВНщики. Расскажет Алексей Вяткин. Не тюлень, а тюмень. Не надо путать. Вот тюлень, вот тюлень. Эту шутку так и не взяли на Первый канал, но в Тюмени она стала одной из самых узнаваемых. Команда «Союз» хоть и наша, но почти все ее участники давно переехали в Москву. Мы бы с удовольствием здесь и продолжали жить, если бы не творческий туфик. Вот то дело, которым мы занимаемся, оно, ну, трудно, трудно двигаться в этом направлении здесь, в регионе. В отличие от многих других команд, они сами придумывают шутки. Из-за редактуры сверху иногда вылетают целые конкурсы. В финале Высшей Лиги два из трех вариантов домашнего задания так и остались за кулисами. Вы же работаете на телевидении, не нам, наверное, вам рассказывать про цензуру и все остальное. Конечно, она есть, но она не жесткая. Все зависит от того, как ты пошутишь. Пошутишь тонко, шутка останется. Пошутишь в лоб, это неизящно и неинтересно никому, поэтому вырезается. В зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так хватит. Они не боятся не пройти цензуру, они боятся только быть не смешными. Многие политические шутки команды остаются на слуху. Может, благодаря ним союзовцы сегодня могут позволить себе заниматься только КВНом. За малым исключением. Леля получает в Тюмени третье высшее образование. Какой курс у тебя сейчас? У меня, наверное, 12-й. 12-й курс. Можно так рассчитывать? Леля, ты всю жизнь теперь. Витя, учиться никогда не поздно. А работать-то когда пойдешь? Как говорил великий Ленин. Когда-то, чтобы играть в КВН, они влезали в долги, брали кредиты. Немногие выдержали и дошли до конца. Известность пришла только спустя несколько лет вместе с премьер-лигой. А сегодня их уже узнают по всей России. А можно с вами сфотографироваться? Я вас по Леле узнал. Ну, сейчас, конечно, уже узнают многие. И в метро меня даже поцеловала женщина. В Тюмени я. Сегодня с Союзом встретился губернатор. Владимир Якушев лично поздравил победителей высшей лиги. КВНщики предложили создать в Тюмени новую команду, которая могла бы представлять регион в будущем. Надо все это продолжать. Мы будем это все поддерживать. И вы правильно говорите, что надо молодых ребят уже собирать, потому что вы сами этот путь весь прошли. Знаете, насколько это интересно, важно. И у многих, в общем-то, предопределяет еще и путь дальнейший. КВНщики подарили главе региона футболку болельщика, а Владимир Якушев пообещал лично присутствовать на летнем Кубке в августе. Это будет одно из последних конкурсных выступлений Союза на сцене клуба веселых и находчивых. Вам по 30 лет! Вы что, хотите еще 15 лет в КВН играть? Я представляю, как это будет выглядеть! Алексей Вяткин, Алексей Красных. Тюменское время. Ну, не забывайте, что в это воскресенье можно будет посмотреть Сочинский фестиваль впервые за последние несколько лет. У меня же к этому часу и на этой неделе все новости. Уже в понедельник встречается на этом же канале. В это же время моего коллегу Романа Явноча. Я уверен, что ему будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»